друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет заставляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки ну что ж вчерашняя торговая сессия в принципе точно такая же вялая как и торговая сессия понедельника но мы знали то что до тех пор пока экономический календарь не порадует нас какой-нибудь интересной статистикой мы будем расти снижаться по разного рода финансовым активам на старом топливе и нам нужны конечно же новые фундаментальные триггеры сегодня такой триггер будет потому что сегодня мы ждем данные по инфляции в штатах для всех друзья кто забыл инфляция имеет принципиальнейшее крайне важное значение для американского регулятора в принятие решения которые касаются процентных оставок занятость и индекс потребительских цен вот два макроэкономических столпа на которых вообще отстраивается политика американского регулятора поэтому сегодня мы также как и все трейдерское сообщество будем анализировать эти данные и стараться снова задать себе вопрос что будет с процентной ставкой повысилась ли вероятность того что американский регулятор и и скорректирует их увеличит либо все-таки есть больше шансов и больше причин оправдывать ту риторику которую мы слышали неделю назад с мягким контекстом относительно того что американский регулятор не планирует торопиться с ростом процентных ставок поскольку фокусируется на обеспечении максимально возможной полной занятости и ждет пока индекс потребительских цен естественным образом без каких-либо манипуляций подталкивание со стороны федеризерва стабилизируется в районе двух процентов как вы помните все убирается в влияние временных факторов которые должны сойти на нет в ближайшем времени которое правда не уточняется так вот друзья сегодня в 15.30 по московскому времени выйдут данные по инфляции по прогнозам основной индекс потребительских цен может показать в годовом выражении снижение с 5 4 до 5 3 процентов базовая инфляция ожидается останется на прежнем уровне 4 процента если действительно по основному индексу потребительских цен мы увидим значение ниже чем два месяца назад получается это будет крайне хорошим сигналом для тех кто ставит на укрепление точнее ослабление позиции американского доллара потому что снижение инфляции это как раз и логическое продолжение той риторики которую мы слышали неделю назад от американского регулятора что а индекс потребительских цен после достижения каких-то пиковых значений априори должен начать снижаться и двигаться к каким-то усредненным показателям на основании которых можно будет говорить о стабилизации инфляционного давления то есть речь идет о цифре по уровне в два процента конечно же на то чтобы инфляция оказалась уровне двух процентов потребуется уйма времени но нужно опять же сделать хотя бы маленький шаг и этим маленьким шагом может быть незначительное снижение индекса потребительских цен я настраиваюсь на то что эксперты аналитики которые прогнозируют цифры которые мы видим экономическом календаре окажутся правы потому что мне а такой прогноз а импонирует поскольку я как вы знаете тоже делаю ставку на снижение курса американского доллара но сегодня точно на индекс доллара золото покажут интересные движения в соответствии с которыми интереса к рынкам и к тому что на них происходит основа а станет а одно из самых важных таких мотивационных составляющих чтобы трейдеры обращали внимание на текущий новостной фон по поводу других инструментов помимо индекса доллара я рекомендую следить за золотом наша цель на эту неделю 1835 вчера была практически сделано максимум составил 1832 75 процентов точнее доллара за тройскую функцию 1835 это практически стопроцентная вероятность то что мы увидим сегодня но учитывая как активно золото растет в последние дни я уже рекомендую вам также друзья ставить на более мощное восходящее движение и ждать значение 1850 и выше на нашей стороне на стороне покупателей золота все еще остается риски связанные с тем что инфляция довольно высока то что доллар индекс американской валюты позиционно снижается сейчас котируется в районе 94 пунктов а если вот небольшой откат который мы видели под закрытие а прошлой торговой сессии можно было бы говорить уже о четырех днях а коррекционные динамики доходности американских облигаций также держится ниже полутора процента что повышает интерес институционалов именно к рынку драгоценных металлов и про позиционирование раньше на я не раз он говорил что когда большинство участников рынка ставит на то что актив снизится скорее всего не снизится вот именно так вот сейчас и происходит фон против доллара 1 35 51 ждем выше в районе 1 37 1 38 очень я возлагал большие надежды на комментарии были накануне что он сможет поддержать курса британца но нет друзья не поддержал поэтому ждем каких-то повторных усиленных спекуляций на тему более раннего до конца этого года повышение процентной ставки но соответственно на декабрьском заседании и это должно стать причиной укрепления британской валюты ну и также с идеей роста фунта вяжется на тот прогноз который я сделал по индексу доллара который может оказаться под давлением в рамках текущей торговой сессии доллар канадец 124 39 национальный банк канады вчера озвучил прогноз соответствии с которым ожидает в первом полугодии 22 года пару доллар канадец на отметке 1 20 я склонен полагать что прогноз верен потому что ровно то же самое мы говорили некоторое время назад кстати говоря национальный банк канады использовал в качестве аргументов а те же самые факторы что и мы это нефти и очень высокой вероятности повышения процентной ставки после серьезного прогресса в канадском рынке труда чтобы вы понимали например если говорить про рынок труда сша то там показатели занятости текущие которые мы видим отстают от показателей занятости девятнадцатого года почти на 5 миллионов рабочих мест в канаде речь идет о цифре всего лишь в 150 тысяч и при оптимистичном развитии событий буквально 2-3 месяца и этот гэп эта проблема более низкой занятости она будет решена а гэпа соответственно закрепит и тогда точно канадскому регулятору можно будет отстроить решение по ужесточению монетарной политики ждем сначала на уровне 1 23 пару и ниже ну а потом уже будем смотреться на высокую вероятность или не совсем высокую того чтобы реализовался сценарий движения к отметке 1.20 ну и рынок нефти друзья 85 долларов за баррель как мы с вами ожидали goldman sachs прогнозирует 90 уже ближайшие собственно торговой сессии хотя не говорили до конца этого года но учитывая то что по несколько процентов нефти прибавляют за одну сессию я думаю что до 90 добраться может фактически в любой день а данные по запасам на стороне покупателей api сообщили о том что запас нет снизились на 2 1 миллиона на баррель и сегодня в 17 30 ждем официальные данные по запасам которые также с большой вероятностью укажут на сокращение запасов также в качестве факторов поддержки для рынка нефти последнее решение опека не наращивать дополнительно уровень нефтедобычи и решение саудовской аравии увеличить отпускные цены для статистических партнеров начиная с декабря все это доказательство наличия высокого спроса действия опек это опять же те самые шаги которые могут усилить дефицит предложения на глобальном рынке давайте друзья этим пользоваться сейчас а тем более что рынок но прям смотрит вверх и хочется увидеть бренд гораздо выше текущих уровней на этом собственно все хорошие торговой сессии всем пока